Сегодня Святая Церковь предложила нам удивительное евангельское благовестие. Иисус Христос сказал, «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте. И не ожидая ничего, будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд есть. Какое, казалось бы, простое, доступное евангельское слово, в котором мы слышали благословение самого Господа нашего Иисуса Христа. Вся настоящая жизнь каждого человека дана Ему для подготовки к вечности. И вот сегодня Христос указал, как пройти этот земной путь, чтобы наследовать вечную жизнь. Прежде всего, мы должны поступать с другими людьми так, как мы хотели бы, чтобы поступали с нами. И очень важно, то, что прозвучало сегодня, не всем понятно. Любите врагов ваших. Ну, Господи, понятно, любить ближних. Ну, даже тех, которые желают нам зла, но врагов. Сегодня на этом мы немножко остановимся. Именно на этом мне хотелось бы обратить сегодня ваше внимание. Что значит любить своих врагов? У святителя Филарета Дроздова есть замечательное выражение. Своих личных врагов люби. Врагов Божьих гнушайся. Врагов Отечества бей. И сегодня особенно мы должны вникнуть в смысл этих слов Христа. Что значит любить своих врагов? Это значит, дорогие, что если кто-то нам сделал плохое, обидел нас, мы, первое, должны в ответ не ответить злом за злом. Потому что нельзя победить злом злое. Добром побеждайте зло. И действительно, если бы Христос призвал своих учеников мстить и отвечать за злое злым, то представляете, в какой ад превратилась бы вся земля. Но Христос учит нас прощать. Прощать и отпускать грехи всем тем, перед кем мы согрешили. И всем тем, которые согрешили против нас. И потому своих личных врагов мы должны не просто любить, не просто прощать, но еще делать им добрые дела. И это первое условие для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Я хочу сейчас обратиться к вам, чтобы вы внимательно вслушались в сказанные слова. В раю злых не будет. Те люди, которые окружают вас злые, в раю не окажутся. Но нас-то это не спасет. Если мы окажемся злыми, мы тоже не унаследуем рай. И потому совершенно не важно, какие люди нас окружают. Они могут быть все злые. В рай они не попадут. А в Царствие Бога попадут только те, которые научились терпеть, прощать и любить. Вот почему такую серьезнейшую задачу поставил перед нами наш Божественный Учитель Христос – прощать даже своих врагов. Есть такое удивительное стихотворение. Оно было найдено в записках после расстрела царской семьи в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. «Отдай нам силы, Боже правый, Злодейство ближнего прощать, И крест тяжелый и кровавый С Твоею кротостью встречать, И у преддверия могилы Вдохни в уста Твоих рабов Нечеловеческие силы Молиться кротко за врагов». Итак, дорогие братья и сестры, Первое, что мы должны сделать, это Сделать нашим врагам доброе. Тот, кто нас обидел, Попробуйте сделать что-то доброе. Скажем, передать Какую-нибудь интересную, полезную вещь этому человеку. И пусть передаст это не именно от вас, А кто-то другой. Это добро втайне сделано ради человека Или раздание милостыни. Раздаяние милостыни за человека, обидевшего нас, Является залогом нашего примирения. Попробуйте. Если у вас есть обидчик, Раздайте за него другим, бедным, Бедным, нищим и убогим. И скажите, помолитесь за раба Божия такого-то И назовите имя того, который постоянно враждует против вас. Второе, Обязательно старайтесь за обидчиков, За врагов своих молиться. Вы слышите? Молиться кротко за врагов. Это действительно требует уже не человеческих сил. Это требует усилия. Как это так? Вот отдать злом, злом. Тут все понятно. Ударили в правую щеку. Дай ему по левой. А вот подставить ему, Простить, да еще и помолиться за него, Это может только глубоко верующее сердце. А потому, дорогие, постараемся возносить молитвы о наших обидчиках. Те, кто нам постоянно делает всякие пакости, Всякое зло. Будем особенно за них молиться, Подавать записочку о здравии этих людей, Если они крещены. И всячески простить Господа, Господи, спаси этого человека. Называем его имя и помилуй. И нас, Господи, прости. Вот так, дорогие братья и сестры, будем умолять Господа. И если даже этот злой человек Продолжит делать нам злое, Это зло. По молитвам ко Господу Бог обратит нам в добро. И сколько таких примеров уже было. Незлобивое сердце, Молящиеся за обидчиков своих, Получало благословение от Господа, Он укреплялся в физическом здоровье. Бог давал ему силы пронести свой собственный крест. А самое главное, Такой человек должен помнить, Что злых людей в раю не будет. И тот человек, который злится на нас, Это уже несчастный человек. И мы должны особо молиться за него. Господи, прости его и нас помилуй. А самим ни в коем случае не допускать раздражительности В своем собственном сердце. Помни о том, что В раю не только не будет наших злых врагов, Но если мы не простим, Как должны прощать согрешающим нас, То и мы там не окажемся. А значит, окажемся в аду. И есть ради чего потрудиться. И третье. Если вы делаете добро, Если вы молитесь за этого человека, А он все равно не перестает делать злое, То святые отцы советуют Оставить его И сказать Бог с тобой. И больше не иметь с этим человеком общения. И всячески стараться не общаться с ним. Беречь свое мирное устроение духа. А с человеком тем Стараться даже и не разговаривать. Поприветствовать его И уклониться. Как говорит псалмопевец Давид, Уклонись от зла И сотвори благо. Будем делать благо нашим врагам. Будем за них молиться. А если они совершенно не исправляются, Будем уклоняться от них И продолжать творить благо. Но вот что касается личных врагов, Мы с вами разобрали. Врагов Божьих гнушайся. Даже не ходи туда, Где говорят о Боге плохо. Там, где хулят имя Господне, Не общайся с ними. Выйди из этого общества. Блажен муж, И же не иди на совет нечестивых, И на седалищах грешников не седет. То есть он даже не сидит, Он не остается там, Где матерятся, Где хулят Бога, Где говорят против Него, Где живут так, Как будто Бога нет. Уходите оттуда, братья и сестры, Выйдите оттуда, Как из Содома, Горящего огнем, И приготовлено вечное осуждение. Вышел Лот со своей семьей. Выходите оттуда, Пока не сгорел тот дом, Не сгорел тот град, Где скверно и осуждение Бога, И его дивного промысла о создании своем Продолжает хулиться. Это что касается врагов Божьих, Которых мы должны гнушаться. А что же касается врагов Отечества? Разве мы здесь сможем применить эту заповедь? А вот тут ответ нам дают наши святые. Святой Георгий Победоносец, Это был воин. Святой мученик Атила был воин. Святой Федор Стратилат был воин. Святые наши мученики и исповедники земли русской, Среди которых воин, Святой благоверный князь Александр Невский, Среди которых Дмитрий Донской, Который воевал с силами зла На Куликовом поле по благословению Сергия Радонежского, Среди них Федор Ушаков, непобедимый, Который воевал с врагами России И бил их, и не проиграл ни одного сражения. Значит, врагов Отечества бей, Врагов Христа и врагов Божьих гнушайся, А вот своих личных врагов люби. Вот вам, дорогие братья и сестры, Такой путь, идя по которому Мы и Отечество с вами наше защитим, И Царствие Божие не лишимся, А потому молитвами всех святых, Заступников земли русской, Воинов наших, и Александра Невского, И Федора Ушакова, и Дмитрия Донского, И всех наших от века в земле русской просиявших, Господь да укрепит всех нас, дорогие, На этом пути нашего спасения, И да поможет нам Пресвятая Богородица, В уделе которой мы с вами живем, И удел ее называется Святая Русь. Аминь.